добрый день мои дорогие творческие друзья рад приветствовать вас на своем канале корсар и сегодня по многочисленным просьбам мы создадим с вами небольшой ролик в адоб премьер про который показывает вашему зрителю или клиенту фотографию до обработки и после обработки и у вас не останется даже возможности чтобы лазить по ютубу и искать как это вообще делается здесь вы узнаете все а пока мы не приступили к работе и если вы впервые на моем канале то предлагаю вам подписаться обязательно поставить лайк и кликнуть колокольчик только так вы не пропустите следующие интересные и очень полезные для вас видео а сейчас забегая немного вперед давайте мы посмотрим что у нас получилось в итоге какой получился клип итак мы пойдем пошагово первое что нам необходимо сделать это создать коротенькое портфолио из фотографий было стало делать ролик мы будем с вами для stories в инстаграм он кратно делится на 5 поэтому нам нужно подготовить 5 фотографий было стало в таких 15 секундных роликов вы можете сделать множество и напичкать просто ваш вечный stories своими красивыми фотографиями и поразить своим творчеством ваших зрителей или ваших клиентов а теперь приступим итак у нас есть фотография которая уже обработана и для того чтобы у нас не было никаких сдвигов чтобы сохранить вот именно такую обрезку а как видите она применена здесь на просто необходимо один раз создать такой прессит который будет обнулять наши настройки но сохранять профиль объектива и кроп итак переходим в базовые настройки баланс белого кликаем как снято далее двойными кликами начинаем удалять все наши корректировки которые мы вводили другой более легкой процедуры я не придумал но это вам сделать придется всего лишь один раз и дальше будете пользоваться пресситом который можете так и назвать как снято или было так базовые настройки мы скинули переходим в тоновую кривую вид кривой делаем линейная соответственно у нас все настройки сбрасываются идем дальше панель и чисел также двумя кликами сбрасываем все настройки обнулили панель закрываем теперь скидываем настройки раздельного тонирования значение резкости можно и не трогать они все равно заметно не будут профиль это единственное что мы с вами оставляем виньетку также скинем сначала скинем настройки центральную область округлость растушевку и только потом значение скидываем калибровку вот мы с вами обнулили все настроечки теперь создаем прессе я назову его как снято здесь мы с вами ставим галочки режим и профиль баланс белого экспозиция градиентный фильтр не делаем здесь у вас галочки стоять не должны сохраняем коррекцию объектива и значение трансформации должны быть также не активны кликаем создать теперь у нас с вами есть две фотографии и так вот фотография которую я обработал при помощи прессе то в английской раскладке нажимаем сочетание клавиш control shift е создаем новую папочку том месте где вам удобно давайте пусть это будет на рабочем столе назову я эту папку teaser туфы ук тоже нормально далее выбираем формат jpeg далее выбираем подогнать размер по короткой стороне и выставляем 1080 пикселей далее вы поймете для чего мы это делаем ну здесь соответственно никакие значения не нужны кликаем экспорт теперь вспоминаем про наш прессе как снято теперь я вам открою маленький лайфхак вы можете эту фотографию ухудшить и тогда по сравнению с обработанной на таком контрасте изменения будут смотреться еще круче я на самом деле редко это применяю но вы можете использовать своей работе как испортить фотографию да очень просто добавляем экспозицию добавляем температуру снижаем насыщенность и получаем вот такой вот г и так в английской раскладке control shift е кликаем экспорт и вот здесь кликаем использовать уникальные имена теперь данная фотография сохранилась у вас и в обработанной версии и в оригинальной далее таким же методом вы готовите чтобы у вас получилось всего пять пар фотографий было стало после чего мы с вами закрываем lightroom переходим photoshop кликаем файл создать у меня уже здесь есть заготовочка для stories instagram у вас возможно ее нету поэтому что мы делаем мы выбираем одну из стандартных заготовок например 1920 на 1080 ширина 1920 высота 1080 и соответственно это широкий альбомный формат что мы делаем мы ширину меняем на 1080 а высоту меняем на 1920 белый фон меняем на черный кликаем создать это мы делаем для того чтобы понимать масштаб сейчас мы будем делать с вами планочки планочки которые будут говорить нашему зрителю что эта фотография до после и планочка с названием прессе то вы скажете что это все можно добавить в stories но не забывайте если вы захотите свою stories продвигать через рекламу предлагаемую instagram то instagram в последнее время ограничивает продвижение которым вы поставите свои знаки используя меню stories это сделано специально для того чтобы рекламой управлял только instagram поэтому внеся любой значок на вашу stories уже после того как вы загрузите это видео и если вы захотите продвигать его через рекламу instagram у вас просто это не получится и так делаем планки первую планочку делаем после кликаем текст кликаем на панель выберем интересный шрифт мне нравится вот такой для чего мы с вами сделали вот такую заготовку фона для того чтобы вы видели как в масштабе stories будет смотреться ваша надпись потому что сам ролик stories мы будем создавать именно с таким разрешением 1080 на 1920 и так сделали надпись кликаем инструмент переместить ну неважно давайте переместим в левый угол кликаем инструмент обрезка кликаем левой кнопкой мыши появляется решетка и теперь нам дозволено с вами сделать crop выбираем таким образом чтобы надпись была посередине и это красиво смотрелось кликаем галочку нажимаем сочетание клавиш в английской раскладке alt control shift с сохраняем нашу планочку в заранее приготовленные папки давайте сразу присвоим имя планки как она и есть после сохранить теперь кликаем текст курсор мышки подносим к буковке е чтобы у вас была возможность заменить текст вот так вот выделяем и пишем до кликаем галочку выбираем инструмент перемещения выставляем посередине можно шрифт сделать покрупнее это на любителя и так alt control shift с сохранить до сохранить теперь вернемся на несколько шагов назад редактирование отмена перемещения вот здесь вот смотрим какими кнопками у вас осуществляется возврат действия у меня стоит control z и так control z control z control z выбираю снова текст пишем слово прессе кликаем галочку выбираем понравившийся нам шрифт можно взять новый шрифт а можно такой же кликаем текст еще раз здесь пишем название прессе то кликаем галочку и выбираем другой шрифт название просит а я люблю выделять другим шрифтом чтобы он отличался бросался в глаза ну например пусть будет вот такой передавайте мы с вами подвигаем чтобы это смотрелось поинтереснее можно одно из слов сделать покрупнее другое поменьше как вам нравится как вам подскажет ваша фантазия кликаем инструмент обрезка кликаем по полю лкм подгоняем планочку чтобы шрифтик был посередине нажимаем галку alt control shift с сохраняем планку с названием прессе то я собираюсь делать тизер из 5 разных прессе тоф вы можете просто сделать до после или как я это как вашей душе будет угодно таким образом я создаю пять планок с различными названиями своих прессе тоф закрываю photoshop открываем adobe premiere pro кликаем новый проект присваиваем ему название кликаем окей создается пустое поле для проекта в окошке проект кликаем на значок new item выбираем секвенция у меня заготовку уже есть но я сейчас вам покажу как создать заготовочку секвенции для instagram и так выбираем digital clr 1080 здесь выбираем со значением 25 25 это фпс если вы сделаете другой фпс насколько я знаю инстаграм сам урежет и все равно ухудшит качество вашего видео поэтому мы будем делать максимально приближенного качества к тому что делает сам инстаграм для того чтобы он не испортил нашу картинку теперь мы переходим в настройки и здесь нам нужно поменять значение сейчас у нас стоит также альбомный формат 1920 горизонталь 1080 вертикаль меняем местами здесь пишем 1080 во втором окошке пишем 1920 кликнул вот сюда по полю смотрите не нажмите enter иначе у вас появится секвенция нам нужно сохранить все эти настройки не обращайте внимание вот на это поле это всего лишь показывает какого разрешения будет ваша превьюшка когда вы будете работать с видео она обычно уменьшенная для того чтобы снизить нагрузку на компьютер если у вас компьютер мощные вы можете себе позволить кликните вот сюда максимум рэндал quality кликаем сохранить прессе присваиваем ему название можете добавить какое-то свое описание чтобы не забыть ну например 1920 на 1080 окей и так наш прессе сохранился он будет находиться в папочке кастом вот он тизер инста теперь в нижнем поле мы присваиваем имя нашей секвенции пусть это будет тизер один окей и так мы создали секвенцию для stories в instagram что делаем дальше я обычно делаю так сворачиваю окно adobe premiere pro у меня уже подготовлена папка со всем материалом о котором мы только что с вами говорили и я просто эту папочку перетягиваю в поле проект далее я сюда же добавляю какую-нибудь текстурку и какую-нибудь мелодию если это вам необходимо ну мелодию на самом деле выставлять совершенно не обязательно я поставлю так пусть это будет вот этот трек закрываем окно открываем на весь экран adobe premiere pro правом окне мы видим с вами нашу секвенцию разрешение как раз под stories instagram что мы делаем дальше итак берем фотографию фона и перетягиваем его на таймлайн теперь на клавиатуре значением плюс расширим секвенцию чтобы нам удобнее было работать наводим на фотографию текстурки и протягиваем ее до 15 секунд на таймлайне как раз это время обозначено вот наши 15 секунд отпускаем левую кнопку мыши в моем случае фон необходимо развернуть как это делается кликаю на файл фона у меня появляется настройки эффект controls если этого нет их необходимо выбрать вручную далее значение rotation я ставлю 90 кликаю скейл это масштаб и подгоняю масштаб фона под секвенцию отлично теперь открываем с вами папочку тизер смотрим с какой фотографии мы будем с вами обрабатывать кликаем два раза и в левом окне у вас загорается фотография она пока еще нет на таймлайне вы просто видите ее в дополнительном окне удерживая кнопку shift я выделю парные фотографии и перетащу первую пару на таймлайн отпускаю как я говорил у нас с вами 15 секунд 5 фотографий то есть три секунды на каждую фотографию а точнее три секунды на пару соответственно полторы секунды на каждый снимок левой кнопкой мыши выделяю первую фотографию эта фотография как было подношу курсор чтобы стрелочка появилась и указывала влево вот такой вот красный значок и подтягиваю на значение полторы секунды отпускаю теперь перевожу курсор к фотографии как встала кликаю на нее и перетаскиваю к снимку как было если у вас не происходит вот такого прилипания не загорается маленький флажок то у вас скорее всего отключен вот здесь магнитик вам нужно просто его включить также подношу теперь курсор к правой стороне фотографии как стала уменьшаю до трех секунд теперь я хочу немножко уменьшить масштаб моей фотографии для того чтобы она находилась как бы вот в этой темной рамочке и так я сначала выберу фотографию как было кликну на нее вот она выделяется белом значит она активна теперь я перехожу в меню управления effect controls кликаю на значение scale окошко выделяется теперь я сюда могу внести значение руками 90 отлично меня такое устраивает теперь я синий курсор перетаскиваю на вторую фотографию кликаю на нее она стала белом значит она активна перевожу на значение скейл ставлю масштаб 90 отлично теперь мы делаем с вами следующие переходим в эффекты переходим в видео transitions выбираем папочку вайп открываемые и выбираем эффект вайп перетаскиваем эффект вайп удерживая левую кнопку мыши между снимками загорелся зеленый цвет значит эффект готов разместиться отпускаем левую кнопку мыши и вот он появился вот этот вот наш эффект но сейчас он очень короткий его необходимо немного растянуть по времени я подношу курсор к эффекту загорается вот такой вот интересный курсор виде красной скобки и прямоугольника теперь я могу растянуть эффект по времени я его немного увеличиваю чтобы край был примерно на середине каждого снимка перевожу синий курсор в начало клипа нажимаю пробел теперь эффект работает отлично далее выбираем нашу планочку с названием до перетаскиваем ее на timeline ставим сверху и сокращаем до размеров первого снимка она сейчас активно но вы ее не видите потому что синий курсор стоит на стороне где стоит синий курсор тот момент клипа показывает вам ваше изображение правом окне перетаскиваем синий курсор вот она наша планка до смотрите чтобы она была активной кликаем на нее левой кнопкой мыши она белая теперь она активная переходим в эффект control кликаем скейл теперь обратите внимание вокруг планочки до появилась вот такая синяя рамка теперь мы можем перетащить ее в любое место левой кнопкой мыши я хочу поставить строго посередине поэтому я удерживаю кнопку shift это не позволяет моей планки уйти вправо или влево и перетаскиваю вверх ставлю вот сюда на фотографии отлично теперь выбираю планку после и проделываю такие же действия ставлю над фотографии после уменьшаю размер перевожу курсор кликаю выделяю делаю активным кликаю скейл зажимаю shift перетаскиваю вверх теперь выделяю планку с названием прессе то перетягиваю на таймлайн следующим слоем делаю размер по краю второго изображения чтобы у меня у это планка была по времени и 1 2 снимка кликаю выделяю нажимаю скейл появилась синяя рамочка зажимаю shift перетаскиваю вниз и теперь делаем то же самое с оставшимися четырью парами фотографий а в этом случае у меня сначала поставилась стала потом было поэтому я меняю их местами итак друзья вот такой вот забавный тетрис я собрал все у нас должно получиться ровненько вот эти полосочки маленькие все должны совпадать и так мы выстроили с вами вот такой вот клип но между переходами фотография хотел бы добавить еще один эффект он находится он в папке diesel называется он deep to black либо deep to white это переход либо через черный экран либо через белый мне больше нравится через черный между каждой парой я ставлю эффект и в отличие от эффекта вайп я это эффект наоборот буду сокращать делать его маленьким вот таким вот и чтобы он был еле заметный в клипе теперь давайте перейдем верхнюю панель ткнем секвенция render into all наш клип с вами зарендериться вот эта полосочка как вы обратили внимание становится зеленый и теперь наш клип будет проигрываться без каких-либо затруднений и давайте посмотрим что у нас из этого получается ага вот тут вот у меня косяк эффект controls точно 90 там где я изменил эффект у меня соответственно рендер слетел я поставлю еще раз render into out так им готов вот этой кнопкой его можно вернуть начало клипа вот этой кнопкой либо пробелом можно пустить клип воспроизводится контрольный просмотр ну вы конечно как-то любителя можете сделать каждую фотографию либо по длине и либо покороче это все зависит уже от вашего желания я объяснил вам сам принцип теперь нам осталось только наложить мелодию я перетаскиваю его в отделение timeline который отвечает за аудио теперь когда мы наводим на курсор слева от дорожки мы можем расширить ее вот так вот со звуком нам работать будет удобнее можем сделать плюсом побольше расширить timeline нажимаем кнопочку c по максимуму я обрежу слева чтобы у меня звук начинался прям непосредственно сначала моего клипа нажимаю кнопочку в кнопочка c это лезвие которое обрезает мой клип кнопочка в эта кнопочка которая вызывает назад курсор я могу перетягивать свои куски вот этого клипа так я нажал в кликаю вот на эту часть удаляем цепляю левой кнопкой мыши удерживаю и аккуратно перевожу свой клип к самому началу так внизу вот такой вот ползунок мы можем аккуратненько передвинуть конец изображения теперь выбираем c 10 магнитиком вам подскажет где остановиться по краю клипа делаем обрезку кликаем в выделяем правую часть звуковой дорожки и удаляем ее теперь нажимаем кнопочку п появляется перо и за несколько секунд сделаем утухание кликаем вот сюда кликаем вот сюда эта линия отвечает за громкость мы сделали с вами резкое но плавное затухание чтобы звук не обрывался назад выбираем в я сделаю звуковую дорожку чуть чуть потише это можно сделать таким образом перетащив вот эту вот планочку отвечающую за громкость ниже а можно при активной звуковой дорожки перейти в клип аудиоклип микша вот в этом окне и здесь выставить громкость вручную и так давайте посмотрим что в итоге у нас получилось какие-то сложные эффекты я здесь не применял это я могу рассказать следующий раз чтобы эти надписи как-то выезжали или выпрыгивали это немного посложнее мы с вами разобрали сейчас самый простой вариант изготовления вот такого вот коротенького 15 секундного тизера для stories в instagram теперь нам осталось только сохранить этот клип и так у вас планочка до с планочкой после меняется как раз ровно посередине эффекта когда переход находится посередине если вас это не устраивает вы можете планочку после сделать немного короче например перенести ее например переместить ее вот сюда а планочку до сделать можно по длине давайте посмотрим как будет выглядеть так так поинтереснее ну и давайте такой сдвиг сделаем везде но очень друзья с видеоклипами это так это вот такая вот возня это вам не lightroom и не photoshop итак рендерим еще раз видео теперь нажимаем файл экспорт медиа формат выбираем h264 но обычно я такой использую для youtube а это такой стандартный читаемый практически на всех устройствах формат видео изображения кликаем кнопочку экспорт на этом друзья все если вы не подписаны обязательно подпишитесь чтобы не пропустить следующие полезное видео жмите колокольчик желаю вам новых интересных сюжетов креативных фотографий шикарных видеороликов и до новых встреч в следующей серии и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok